Меня зовут Маговецкая Наталья. Я возглавляю направление соучаствующего проектирования в КБ «Стрелка». Что такое соучаствующее проектирование? Я отвечаю за то, чтобы все мысли горожан, жителей российских городов, поселков были услышаны и были реализованы в проектах благоустройства. Поэтому все то, что мы сегодня скажем, оно все будет записано, и основные идеи, которые будут получены, они также станут отправной точкой для разработки проекта благоустройства. Как, наверное, вы все знаете, Кинишева вошла в такую большую программу Минстроя Российской Федерации совместно с Домом РЭД. И благодаря нашему благотворному партнерству Ивановской области и КБ «Стрелка» мы реализуем сейчас комплексную программу создания комфортной среды во всех наших городах. Благоустроенная. Мы пришли к следующему этапу, поэтому все, если потом у нас будет еще... Затем там будут вопросы о выборе территории. Сейчас на работе. Вы все видите, что есть задания. Друзья, я напоминаю, что с первым вопросом и сейчас все собрали. Упределенный дождь и сутрия. Чистота, приведение фасадов зданий и... Детские городки? Нет, детские городки мы отдельно уже по каждой территории берем. Вот. И, да, вот тротуары. Вот, выслушайте, пожалуйста, то, что мы предлагаем. У всех перед глазами список, да, я буду в краткой форме по каждому 1, 2, 3, 4. Наше предложение по первому пункту «Волжский грузовой порт» это сделать большую зону досуговую для отдыха молодежи и детей с игровыми площадками, зимним капком, ну и что-то там можно добавить для... именно для зоны... для связанных с зоной отдыха. Волжский бульвар мы предлагаем связать нижнюю и верхнюю набережную лестницами, благоустроить начало бульвара. Если мы говорим о начало, это улица Советская по течению реки Волгия, то есть где дом Городецкого. То есть эта зона вообще никак не будет устроена. Третья. Театральная площадь мы предлагаем сделать тематический театральный сквер с фигурами из спектакля Островского, ну что-то такое. Площадь памятника Ленину. Убрать парковку, это однозначно, и сделать пешеходную зону как-то с разметками, то есть продолжить ее с улицы Советской, чтобы она была единой. Площадь революции мы предлагаем вообще не трогать, поскольку это историческое место, открытое было всегда, там проводятся массовые мероприятия, городские и иного характера, поэтому там не трогать ее вообще, брать оттуда только машины. Не получается не трогать вообще и брать машину, это... Ну, я не могу сохранить ее в первозданном виде, который она была. Сквер Бабарыкина. Улучшить благоустройство парковой зоны, сделать красивую подсветку, то есть, потому что там зона отдыха сложившаяся на сегодняшний момент, поэтому вот много там тоже ничего активно делать не надо, но вот как в фамилии, отследить это будет красиво. Территорию детской поликлиники. Сделать детскую зону отдыха с ожиданием там для мамочек и детей. Сквер имени Василевского. Мы тоже предлагаем улучшить благоустройство и также подсветить. Привокзальную площадь, ну, я не знаю, стоит ли ее вообще трогать, но единственное, то есть, разграничить зоны для общественного и частного транспорта, чтобы было удобно. Одиннадцатую площадку мы предлагаем связать зону благоустройства парка, чтобы это была единая зона начала, да, и с городским пляжем тоже самое ее связать и, соответственно, городской пляж 12, это благоустройство в соответствии со всеми новыми. Далее мы предлагаем советская, улица Советская, 13-й, добавить подсветку и татуарки, потому что подсветки вообще нет, то есть, раз освещается только троса, бульвары не освещаются. Улицы Ленина мы предлагаем сделать освещение, то же самое, да, соответствующее историческому поселению, ну, какие-то, вот, допустим, стойки осветительные. Набережную реки Кенишамки мы также предлагаем сделать досуговой зоной с пешеходными и успешными дорожками и осветить. Улицу Комсомольского мы предлагаем сделать пешеходной и полностью ее благоустроить от начала отбочной революции до улицы имени Островского. Ну, в жилых районах мы предлагаем благоустроить все вот эти зоны, они все, в принципе, едины для того, чтобы отдыхало население с детскими площадками, с зонами отдыха для всей категории граждан. Одна минута стоять? Одна минута. Да, что мы рекомендуем? Да, мы предлагаем еще добавить 23-й пункт территорию Вознесенского храма, благоустроить, подсветить храм. Это напротив театральной площади. Далее, что мы могли, что не хватает для улучшения нашего города? Тротуары, благоустройство предмамок территорий, освещение, велодорожки, привести в порядок фасады. Дальше мы предлагаем однозначно для улучшения и удобства всех туристов и граждан сделать одностороннее движение общественного и личного транспорта по часовой стрелке по всему центру от улицы Горького до улицы Фрунзе, чтобы движение было по часовой стрелке в одностороннем порядке. И самый важный тоже момент, мы предлагаем сделать парковку общественного транспорта за зданием администрации на месте бывшего лимонадного залода.